Одним из главных премьер Базельской выставки 2016 года стал репетир от Булгари. Шутка ли, мировой рекорд? Расскажем об этих часах подробнее. Многие из нас по старинке продолжают воспринимать Булгари прежде всего как модный дом. Между тем, за последние годы компания превратилась в серьезную часовую мануфактуру, способную ставить мировые рекорды. Первой моделью, которая в 2014 году появилась в линии Фенисима от Булгари был ультраплоский турбион. Высота его корпуса составляла 5 мм. Этот рекорд не побит до сих пор. В этом году Булгари продолжила победное шествие. Новый рекорд толщины поставил минутный репетир. Высота модели, которая стала главной премьерой выставки в Базеле, менее 7 мм, а механизма всего 3,12 мм. Самым трудоемким среди всех часовых усложнений считается именно репетир. Это связано с большим количеством деталей и с необходимостью их очень точной настройки. Но конструкторам Булгари требовалось не просто уместить сложный механизм миниатюрный корпус, но и обеспечить его достойное звучание. Вторая задача едва ли не сложнее первой. Как и у скрипки, в часах корпус служит резонатором, который усиливает звук гонгов, а акустические свойства напрямую связаны с размерами. Специалисты мануфактуры в Лес-Сентье проанализировали характеристики разных материалов и решили, что корпус будет изготовлен из титана. Это нетипично для такого класса усложнений, однако выяснилось, что именно титан, имеющий низкую плотность, способствует улучшению звучания при малых размерах. Для усиления резонанса было использовано остроумное решение циферблата, также изготовленного из титана. Часовые метки и боковая секундная индикация представляют собой тонкие щели, вырезанные в металле. Это способствует оптимальному прохождению звука. Кроме того, в таком исполнении серый корпус окта выглядит особенно фактурным и четко прорисованным, и даже оставляет некую загадку. Одновременно с корпусом конструировался калибр Болгари 362. Малые размеры механизма потребовали нестандартных решений. Например, гонги здесь крепятся непосредственно к корпусу. Запуск репетира производится не скольжением рычага, как обычно, а нажатием на него. Стальные гонги и молоточки, отвечающие за звук, обработанные с высочайшей тщательностью. О степени миниатюризации деталей говорит пример гувернера, который вместе с инерционными грузиками имеет диаметр всего 3 мм. Несмотря на свои размеры, механизм имеет вполне серьезный запас хода в 42 часа, а благодаря качественной отделке прекрасно смотрится.